Добро пожаловать на канал Всех приветствую Сегодня я хочу поговорить о новостях по криптовалютам Нью-Йорк получает собственную криптовалюту Город собирается получить свой цифровой токен При поддержке нового мэра Эрика Адамса Который планирует превратить Нью-Йорк В следующий крупный центр криптовалюты Адамс написал в твиттере, что получат свои первые три зарплаты в биткоинах И решение Адамса принимать платежи через биткоин Действительно уникально И оно способствовало запуску собственного цифрового токена Нью-Йорка Вот несколько фактов о новом токене Он будет запускаться с CityCoins Это гражданским сообществом и протоколом с открытым исходным кодом И это дает инвесторам возможность поддерживать свои города За счет увеличения своей криптовалютной казны Это можно делать, зарабатывая себе тоже И у него есть три основные функции Это активация, майнинг и накопление Также майнинг монеты Нью-Йорка начнется после того, как 20 независимых кошельков сообщат об активации после развертывания контракта Компания также заявила, что монета Нью-Йорка будет активироваться только через майнинг У него не будет ICO, предпродажи или предварительного майнинга Также монета Нью-Йорка будет являться программируемой Что позволяет строителям улучшать город с помощью клавиатуры Используя монету для создания приложения Web3, чеканки NFT и иного улучшения цифровой инфраструктуры города Говорится в заявлении CityCoins Нью-Йорк это не первый город США, который совершил такой подвиг Этот шаг приближается к шагу MiamiCoin, запущенному для города Майами Этот цифровой токен принес городу уже более 21 миллионов долларов с момента его запуска в августе прошлого года И мэр города Фрэнсис Суарес, который запустил MiamiCoin, ранее сказал в Washington Post, что вполне вероятно, что гражданам Майами не придется платить налоги в будущем Потому что MiamiCoin будет генерировать достаточно продукции для поддержки операций города Также еще одна новость По словам криптоаналитика, Ripple XRP превзойдет Solana, USDT и ADA по рыночной капитализации Так, CryptoAssetGuy, один из криптоаналитиков, сделал заявление в форме прогноза, что люди должны ожидать, что Ripple XRP превзойдет Solana, Tether и Cardano по рыночной капитализации в ближайшее время, в течение следующих нескольких месяцев Отметим, что он сделал это оптимистичное заявление в отношении Ripple из-за того, что Solana, USDT, ADA и XRP плотно следуют друг за другом в рейтинге рыночной капитализации Поскольку объем корреляции между рыночной стоимостью активов не очень велик Тем не менее, есть надежда на то, что более широкое сообщество Ripple для XRP перевернет Solana, USDT и ADA в ближайшее время Ripple действительно выжил и все больше и больше сохраняет впечатляющие показатели, а также положительный профиль на рынке Несмотря на обвинение в иске от SEC, поскольку многие думали, что этот судебный процесс станет концом для Ripple Тем не менее, криптовалюта в равной степени показала всю свою силу Также еще одна новость, в компании Ripple считают, что европейский подход к регулированию финансовых технологий является ведущим в мире Более того, это направление, в котором движется Европа, несомненно, поможет ускорить массовое внедрение криптовалюты и блокчейна В рамках более широкого бума в секторе финансовых технологий И глобальные финансовые сферы державы должны уделять пристальное внимание поддержке финтекс-операции Европы И извлекать уроки из нее, если они хотят играть ведущую роль в будущем финансовых услуг Также еще одна новость, новый набор инструментов FastPayments от Всемирного банка, разработанный при поддержке фонда Билла и Миллинды Гейтс Поможет политикам всего мира внедрить системы мгновенных платежей Также я хочу отметить, что если мы зайдем на сайт FastPayments World Bank и скачаем файл, то мы увидим, что разные страны будут делать переводы, используя стандарт сообщений ISO 20022 А как мы с вами знаем, стандарт ISO 20022 обеспечит более быстрое время обработки транзакций, меньшую вероятность ошибок и предлагает возможности для предоставления больше информации в сообщении Также мы видим, что будет происходить миграция трансграничных платежей МТ на ISO 20022 И в марте этого года SWIFT уже указывал, что миграция трансграничных платежей и сообщение отчетности МТ в стандарт ISO 20022 начнется на год позже Это конец ноября 2022 года И этот выбор был сделан с учетом нового стратегического направления, в котором движется SWIFT Миграция будет поэтапной и дата окончания действия полной версии ISO 20022 для международных платежей, как и планировалось изначально, это ноябрь 2025 года Также будет происходить миграция Target 2 и T2S на ISO 20022 Это платежи на крупные суммы в евро И проект консолидации T2 и T2S, который также включает переход на обмен сообщениями ISO 20022, будет происходить по сценарию большого взрыва И Европейский центральный банк опубликовал публичное объявление, что предпочтительнее пересмотреть график проекта консолидации и сдвинуть его на один год до ноября 2022 года Подведя итог, я хочу еще раз сказать вам, что компания Ripple вошла в состав органа стандартизации ISO 20022 для разработки стандартов платежей и обмена данными между глобальными финансовыми учреждениями А также Ripple является контролирующим органом И получается, что трансграничные платежи переведут на этот стандарт в ноябре 2022 года А полный переход будет осуществлен в ноябре 2025 года Получается, что держателям XRP нужно дотерпеть это первое хотя бы до ноября 2022 года И я думаю, к этой дате будет очень хороший рост по XRP И он будет основан не на спекуляциях, а именно на реальном использовании и применении И второе, это следующая цель, до какого момента надо стараться удержать XRP Это ноябрь 2025 года Я понимаю, что полностью все свои XRP удержать будет тяжело Да и скорее всего это нереально Но какую-то часть обязательно к этим двум датам надо иметь Повторюсь, это ноябрь 2022 года и ноябрь 2025 года Всем спасибо за внимание Я надеюсь, вам понравились данные новости Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии Всем до новых встреч и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok